здравствуйте уважаемые пчеловоды приветствую вас на youtube канале магазина улей это четвертое видео рубрики пасека с нуля теперь у нас добавляется новый ведущий это андрей новый пчеловод на попечение которого собственно организовывается наша пасека мы начинаем как всегда с обзора наших покупок то есть расширение и развитие требует дополнительного оборудования в этом видео мы будем наващивать тоже столкнулись с небольшими трудностями что мы купили купили 5 килограмм ващины гребешок наващиватель электро наващиватель ну и докупили два литковых заградителя вот 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 ващина вот электро наващиватель взяли самый мощный который есть магазине с крокодильчиками каток у нас уже был он был в наборе новичок это гребешок наващиватель покажем как работает и докупили не хватало нам два литковых заградителя для дополнительных корпусов так первый способ у нас это наващивание с помощью катка для начала смачиваем рекала чтобы вещина не прилипала и легко отделилась когда будет уже на проволоке берем вощину ложим на лекало по нижнему краю подгоняем вот здесь тут ровно да тут ровно ложим сверху рамку и каточек у нас есть холодная водичка и теплая почти горячая вода и каточком сейчас сдавливаем проволоку ващину у нас андрей левша поэтому ему удобнее вот так вот делать то есть есть ручка для пальцами придерживать шут ровно было канавочка тут а для проволочки есть канавка для проволоки подсмотрели в одном из видео про наващивание и попробовали сами когда реально каток теплый разогрет и гораздо эффективнее все происходит так еще одна проволока еще смотрите какая ситуация мы оставляем ну вощина вы знаете немного меньше чем сама рамка мы оставляем вверху пространство покажи как получилось сняли вот отлично все закрепилось мы оставляем пространство вверху потому что говорю ну по советам опытных пчеловодов говорят что лучше пчелы тянут вощину когда ну лучше сверху оставлять это пространство быстрее будет оттянута чем если снизу вот снизу у нас все ровненько теперь используем гребешок процедура приблизительно такая же смачиваем чтобы ващина не прилипала вложим лист ващины налекала по краю теперь рамку гребешок да и гребешком вдавливаем проволоку в овощину по моему быстрее получается да смотрите практически очейки не ломаются с катком там чуть другая ситуация была так ну ну вот в принципе снимай как закрепилась ну отлично держится вот так используется гребешок наващиватель и третий способ наващивания с помощью электронаващивателя в нашем магазине представлены три вида электронаващивателя сейчас они появятся у вас на экране вот вложим вощину опять таки используем лекало лекало водичкой смочили водичкой чтобы не прилипало наващивать 12 вольтовый поэтому полностью безопасный и поочередно каждую проволоку замыкаем контакт видите пропаливается то есть проволока проволока получается вставляется в вощину покажи результат все отлично все новостилось очень быстро то есть какой способ это выбирать вам теперь покажем как нельзя пользоваться электронаващивателем так теперь показываем как неправильно пользоваться электронаващивателем то есть правильно пользоваться как было предыдущим наващивание то есть каждая проволочка замыкается отдельно если замкнуть сверху и снизу одновременно то произойдет вот такая вот штука какая-то из проволок нагреется нагреется больше и просто прожжет вощину вот видите вот у нас просто ее порезала в тех местах где нагрелась сильнее поэтому лучше использовать отдельно каждую струну проволоки вот ну что ж наша рубрика пасека с нуля пришлась по душе как опытным человодам так и которые в комментариях дают дельные советы нам так и тем кто хочет обзавестись пасекой так что можно сказать что уже на этом этапе проект наш удачный приносит пользу так что если их не хотите пропустить следующую серию подписывайтесь на наш канал ставьте лайки но мы будем завершать четвертое видео до встречи в пятом ролике пока так а вот как проверяется заводская овощина или нет в углу обязательно должно быть я не знаю в нем видно вот номер видно он 140 149 вроде да и полу максимум надпись через ничейку ниже вот это значит произведена на оборудование вв 149 это номер вальц то есть когда покупать овощину обязательно смотрите на ищите номер вальц это значит что она изготовлена на качественного оборудования они и вот на самодельном еще и максимум до полу максимум вот середине 149 и 4 вот еще и в середине есть